Франциск Карина Это может быть прекраснейшим примером подражания, и что может помочь родиться свободе в человеке, свободе выбора, свободе как-то менять устоявшееся, да, идти по призыву своей души. На жаль, мы не знаем, не знаем истории, знаем какую-то кальку, которую нам в очень упрощенном виде вложили в школе, в институтах. Если кто-то специально этим не занимается, то действительно мы знаем очень и очень мало. То есть кто такой Скрына? Это первопечатник. Все, пять баллов. Следующий вопрос. Маргарита! Что? От благоухания мастей имя твое, глаза твои, как у голубки под кудрями. Это поэзия? Как половинки граната щаки твои. Да, это поэзия. Кто вы, доктор Скарына? Канонизованный помник, дядячу эпохи адраджения, який подарил славянскому свету книгу-книг Библию? Ральный человек, гуманист, медок, философ, осветник. Ральный человек со складанным лёсом и цикавой биографией. И просто 500 года после того, кали была выдадена первая книга Библии на старорусской, старобелорусской мове, задаемся мы гэтым пытанием. Кот Скарыны, драматург Миколай Рудковский и режиссёр Саулюс Варнаць спробуют дешифровать на сцене Могилёвского театра драмы. Я заменяю слово «старое устаревшее» на «современное». Современное? Да, на «живые». Живые? Да. Я хочу печатать книги. Печатать книги? Да, я хочу печатать книги. Я хочу, чтобы люди их читали сами. И мы не пришли глядеть на помник, але, не подбегнувши эндоклопедичных подробязностей, усаденича незледачом, деякалина родился, вучился, женился, дезосновал друкарню, наш великий слоочинник. С темы вздымается пафос. Скарына даёт повод для всего. Потому что у него есть это начало, как в человеческой жизни, для меня она полноценна. Да, как бы, как в Библии начало, это Альфа и Омега, так и его жизнь для меня, как человеческая жизнь. Можно говорить, это святой, можно говорить, это великий философ, всё что угодно можно говорить. Но это человек, который реализовал себя. Помогает, помогает. Но не каждый может тебе позволить. Слишком дорого! Да. Цены, цены. Нынче такие цены. Всё меняется. Жизнь, люди, мысли, взгляды. Куда? Зачем? Треснувший мир. Ну и как в нём жить, а? Настало славное время. Теперь вы можете носить с собой время. Звучая 500 годы уластивый режиссёру литовской школы символизм истреманность. И почти те меры, якое не дозволяйте расти мяжу, взялившение до прадыхания, альбо опрошвание до пошлости. Зорка пешей величины на небосхиле нашей национальной культуры сегодня близки нами по часу и по человеческой сутности, який жил у вельми непростую эпоху. Я не уверен, что сейчас людям нужны книги. А почему не сейчас? В циничной падении переблюдаются так, что всё свечит и про день сегодняшний. Дорогие, пьеса Николая Рудковского беремошца конкурсу «Франциска Рына и Сучасность». Соправдой, 16-го года – час тактоничного разлома эпоха и реалий сегодняшнего света, який раздираются войнами и национальными суперечностями, парадоксальным и проросским чином перекликаются со стогоцем с Кариной. Об этом я говорю и говорю сознанием того, о чём я говорю. Не просто странного человека в 500-летней давности, а именно конкретные вещи конкретными словами называю. Вот в моей роли меня греет. А зачем? Зачем мне нужна Библия? Может быть, не нужно её понимать? Ни тебе, ни мне, ни этим людям. Люди повелели, Боже, мы должны изменить этот мир. Бог создал мир за 7 дней таким, как он должен быть. Палепшись свет прас книгу, так и романтично узнёслый, а пантанная идея молоды с Карина махчыма и выглядая надто идеальным в нашем стагодзе. А лишь ян Мару и кахау, сомневауся, не за всё-то был уполнен у сабе, перемагау, и сновал, и снуе, живе, и не быта пазачасам. Отстранение от временных рамок – это хорошо. И тот театр, который предлагает Саулюс Варнас, он интересен. Это театр-сон. Это удивительнейшая формулировка театра, которую предлагает он. Это сон, в котором может быть всё, что угодно. Совершенно всё. Мне показалось тогда, что некий алхимик по ошибке, и нет, по воле случая. Философским камнем прикоснулся не к свинцу, а к бумажным листам с зачеркнутыми формулами, и что-то произошло. Он не тот человек, с которого мнением могли не считаться и так далее. Тем более, что он знаком и с Фаустом был, и с многими алхимиками великими. Так что я глубоко уверен, что той чёрной магией и вообще магией, алхимией он серьёзно занимался и постиг все эти тайны. Я понимаю, что в это время, наверное, нельзя было по-другому. Он должен был прикнуть к какому-то одному из обществ. Масонство – моценно-экономичная плынь, корпорация экономисту и осветнику, из Карына. Человек великой энергии и смелых поглядов, який операдил свой час, бы не жадал жить, как заведено традициям. И шоу до мэты на суперку сяму. Вот, и у Скарины тоже сомневается, у Скарины тоже не получается, у национального героя тоже что-то не получается, тоже он проходит одну и ту же стадию несколько раз. И вот это, то, что он тоже живой, он тоже наш, у него тоже есть кровь, и она такая же красная, как и наша. То есть вот это, это позволило мне немножко сблизиться, что ли, с ним, вот с этим огромнейшим названием Франциск Скарына. Шостого жнюня 1517 года Франциск Скарына выдае свою першую книгу «Псалтыр». У праздник Дракована 23 иллюстрованные книги Библии о перакладе на старо-белорусскую мову. Сначала к Богу с почтением и людям простым для учения. Как бы ни было странно, я в Вильнюсе живу, там, где я живу, 20 метров от моего дома, соседний почти дом, да, есть там, где он трудился, да, где была эта станки его печатные и так далее, совсем рядышком, где он жил. И когда как-то в Вильнюсе мы заговорили о том, что я делаю и как, я сказал, что вот Скарыну теперь репетирую, меня даже удивило то, что никому вопрос не возникал, кто это такой Скарына и так далее. Припатрымцы виленских меценатов Якуба Бабича, Богдана Онькова, Юры Адверника, осветник засновал первую во Усходней Европе другарню, выдал малую подорожную книгу, якая складается с 23 часток, и апостол. Женился на Маргарите. Вместе, вместе, вместе. Мы все хотели делать вместе, а вместо этого у нас родился сын, наш мальчик. И это был снова знак, а мы не хотели остановиться. Мы продолжали судиться за типографию, чтобы печатать, печатать, печатать. Мы не понимали, что расплачиваемся жизнями людей за уже изданные книги. И следующей была ты. Волей режиссера другие актеры, инши Скарына, простонкую мистичную вязь у мудрости и роспочи, усвете привиду близких и светков, шукая отказанное уластное житё. А нам дают только намёки, подказки. Такой человек должен был жить не для себя, а для чего-то. Для чего? Только для людей каких-то. Не для того же просто-просто издать книгу. Книга ведь тоже это как инструмент для кого-то, а не просто самоцель. Вот издал книжку и всё. Нет. Поэтому, знаете, вот в этих абсолютно придуманных эпизодах всех я чувствую абсолютную правоту. Вот убей меня, Бог. Вот так это и было. И ты так любила приходить в Типограды. Помогайте мне. Он любил. Да. И вы знаете, мне кажется, что в этой его непростой жизни именно любовь его во многих случаях спасала. Любовь в реальном воплощении реальной женщины. Потому что эта женщина оказалась его другом по жизни, по судьбе. Не только по жизни, но и дальше. И дальше, я уверена, что и дальше, потому что она покинула этот мир раньше, чем с Корына. Но я думаю, что она была с ним до конца. И в какой-то момент они с ним там воссоединились. Книги, книги, сверти, сверти, суды, пересуды. Дело не в книгах. Сколько экземпляров книг у вас осталось? Нисколько. Как? Все продали? И, боже, цены с каждым годом растут? У меня ничего нет. Все пропало в Москве. Вильнюс сгорел несколько раз очень сильно. И в это время он сгорел, две трети Вильнюса сгорели, да? Так что и сгорело его печатное то, что он спас некоторые книги, которые отвез в Москву, а в Москве там сожгли все эти книги еще. Ой, ересь! Ересь! А в книге Русь! Может, он был как эритик сожжен в той же Москве, если у него не было документа Великого княжества Литовского, что он имеет право торговать как торговец, да? И это спасло ему возможную жизнь. Доктор, скажите мне, пожалуйста, но только откровенно, а вот вам еще хочется творить? Ой, как хочется! А если мы дадим вам деньги, вы будете печатать? Ну, только книга отнимет жизнь вашего сына. Тогда нет. Доктор, цела книга за 6 сына. Доктор, 2 книги. Первый друкар обрел жизнь. И эти было бы это здради в жизни не врага на книжного человека. Альбо з его упартостью и мудростью досягнув и он у инши навуцы. Знайшов услуг и у другим призначении. Вядома только, зашов життя каля 1551 года и похован невядома деда. Усю здань. Франциск Скорына заучил и на всю жизнь запомнил завет святого апостола Павла. Не же не знаю все тайны знаю все пророчества любви не имею ничто. Скорына пушек человека отсылка до вечности и вечная проблема выбора. Спектакль не дает отказа не дозволяя Консадкова сапакояцца. Притрымливац их историчных фактов и актуализовать их для сучасности, ствараючи новый расповед на основе эпизода с биографии. А ця так важно для публики, якая прагне догрануться до життя человека, який стал эпохой. Театр о чем? Это наука о чем? Наука о поведении человека. И театр должен прежде всего интересовать дух человеческий, его взлет этого духа, и выпадения. Мы должны говорить о гармонии и дисгармонии. И мне кажется, что у Скорыны как раз гармония эта присуща была ему. Он понимал на несколько столетий вперед, зачем это нужно было. Ну, если говорить о первых книгах Скорыны, я начну наверное с того, что если звезды зарыгают, это значит кому-нибудь нужно. Я думаю, что все глобальные вещи, которые появляются, они появляются именно в тот момент, когда в них есть какая-то потребность. Ну, тому народу, то есть нам, белорусам, жившим в Великом княжестве литовском, наверное, в тот момент эта потребность появилась. И появились книги. И я думаю, что как раз-таки Скорыны и хотел людям простым языком донести очень простую человеческую мудрость. Он ей всегда и пользовался в жизни сам. Он пытался именно вот этой любовью своей, а я думаю, что это именно его дар, потому что он это понимал. То есть он любил, он любил людей. Наверняка можно где-то найти материал, который исторически верен, верный, который рассказывает нам от первой даты до последней. Вот так, как приходили музейщики, библиотекари, и они сразу же делали руки свои вот так и говорили, ну что вы, что вы, я знаю Скорыни намного больше. Это не эта дата, не этот год, ну что вы. я думаю, я думаю, что то, что мы сделали, конечно, это какое-то весьма спорное, но тем не менее для нас довольно милая трактовка, милая трактовка этого человека. Так как мы делим со зрителем ответственность, то кто-то может придумать другого Скорыну. Ренессансное видание Скорыны «Код нации» як найкаштовнише реликвии зберагается у музеях и библиотеках разных краян свету. Йон замыцевау родную мову у высокой литературы су светных значений у Библии, як мову равноправную ВОСКУ. Книги Скорыны служили узором для пераймания паслядовниками и здесь нелевеликую культурную миссию во Усходней Европе. На сегодняшний день у свете захавалась сакаля 400 экземпляров книг Скорыны. На Беларуси жих, на жаль, осталось не больше десятков. Я уверен, что это божественное начало в каждом живущем на земле оно присутствует. В одном больше, в другом меньше, но оно звучит. Из этого у нас есть тоска по гармонии, есть тоска по красоте, есть это желание. Это как бы тоска по божественному. так что я думаю, что Скорына в каждом из нас какая-то частичка есть. мы надеемся, мы надеемся, что еще не раз вернемся к жизни этого замечательного человека, этого великого человека. и мы надеемся, что его жизненный опыт поможет нам лучше понять самих себя. и мы надеемся, что его Субтитры создавал DimaTorzok